С 18 по 20 октября в Москве прошел Малый Собор Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской, который был посвящен теме «Служитель Церкви XXI века. Характер, образ жизни, профессионализм». В этом году собор проходил в помещении самой крупной протестантской общины Москвы Библейского Центра Слова Жизни. Порядка трехсот священнослужителей со всей России собрались в Москве для обсуждения как главной темы собора, так и решения ряда насущных вопросов. В этом году очень многие участники, пасторы, епископы отметили, что собор сам по себе существенно отличался от всех предыдущих, и больших, и малых. Прежде всего, Божьим присутствием и потрясающей дружбой, простотой, искренностью и свободой отношений. По всей видимости, то видение, которое Господь дал нам несколько лет, то, что мы подняли на знамя, как наша цель и дорожная карта, слово «братство», которое соединяет все остальные цели и призвания нашего союза, стало просто реальностью. По крайней мере, стало воплощаться в наши отношения, в наших церквях и объединениях по всей России. Господь на самом деле почтил и благословил нас в эти дни. В ходе рабочих дней собора известные и авторитетные служители РосХВЕ представили доклады, посвященные вопросам, охватывающим деятельность священнослужителя 21 века. Мы чувствуем общие вызовы современности. И само название нашего собора о вызовах 21 века, само название говорит о той необходимости взаимодействия между различными конфессиями. Потому что разделять, что это вызовы православной церкви, это вызовы католиков, это вызовы евангельских церквей, наверное, некорректно. Потому что есть общность вызовов. И мы постарались дать ответ. Мы постарались себя спроецировать на эти ситуации, чтобы подготовить некую дорожную карту, которая в процессе нашего собора, собственно говоря, писалась на ходу, на коленке. Она будет обработана, естественно, и она станет тем документом, который будет мотивировать те важнейшие моменты, о которых мы говорили. Прежде всего, миссия. Миссия церкви. Не секрет, что после знаменитого закона многие церкви задумались о реальной миссии. Я очень благодарен Богу, что закон, который вышел вот не так давно, он подстегнул, подтолкнул, я бы сказал даже такое слово, как мотивировал. И это благодарность госпоже Яровой и Иже с ней. Спасибо огромное. Огромное. Что, наконец, мы вспомнили. И очень важное поздравление, которое было от Русской Православной Церкви. Здесь звучало в первый вечер, что нам напомнили наши братья православные, что все мы ловцы человеков. Слова Иисуса Христа, я вас сделаю ловцами человеков. И когда нам напоминают наши православные братья, это дорогого стоит. Мы говорили о преемственности, мы говорили о характере, мы говорили о профессионализме, мы говорили об образовании, мы говорили о региональных объединениях пастырей различных евангельских церквей. В работе собора приняли участие также и ряд иностранных гостей, среди которых можно выделить архиепископа Старокатолической Церкви в Словакии Августина Бочинского. Также для участия в соборе привела целая делегация из США, представители Международного дома молитвы, исполнительный директор пастор Дэниел Лим, старший пастор Айхоу-бизнес-консультант и пророк Джон Чешол и координатор Айхоу в России, основатель проекта Иисус и Гектор, пастор Руслан Пчешенко приняли самое активное участие в работе собора. Они не только представили свое служение, но и работали во время обсуждения вопросов в малых группах, где делились своим опытом и знакомились с российскими реалиями. Я очень рад в это время приобщиться к Союзу РосХВЕ. Для меня очень ценно молиться вместе со священниками Союза. Это очень вдохновляет. Мы служим телу Христа, разным церквям разных динаминаций. И для нас важно быть домом молитвы для всех народов, как написано в Библии. Большая привилегия быть здесь, на Малом Соборе, и мы рады открывшимся возможностям практического взаимодействия с разными церквями этого Союза. Работа в малых группах уже практиковалась ранее в Соборах, но в этом году под групповые обсуждения вопросов и докладов было выделено самое большое количество времени. По отзывам многих служителей это помогло практически каждому быть активным участником Собора. Другой новинкой Собора стало проведение открытых вечерних богослужений. Раньше открытым было только торжественное богослужение с участием почетных гостей. Теперь же услышать проповеди служителей участников Собора смогли также и прихожане церквей Московского региона. Хорошие темы были затронуты и очень хорошее время в группах, которые мы проделали. Я думаю, что будет огромный плод от того, что было здесь сделано, и это огромное будущее для всего его евангельского движения. Мы познакомились со многими пасторами, которых раньше не знали. Ключевых знали, но по местам нет. Мы поработали в том направлении, что нам нужно делать площадки для нашего общения, выработали стратегию достижения людей и общения с властью, что немаловажно. И это понимание пришло именно на этом Соборе. Эти Соборы начали сближать и соединять тело Христа. То есть мы сюда приезжаем теперь как единая евангельская церковь и уезжаем в регионы, представляя уже не просто даже наши ассоциации и епархии, а представляя единое тело Христа в регионах. Взаимоотношения реально становятся братскими. Это чувствуется, это видно во всем. И это, наверное, мое самое мощное впечатление. Тогда принимаемые решения будут гарантированно успешны и будут выполнены, когда такая атмосфера на Соборе. И верю, что многие пасторы поехали, у них много идей, они увидели как бы несколько шагов вперед. И я верю, что на следующий Собор приедут еще больше пасторов. И епископы еще больше будут заинтересованы, чтобы их пасторы из их регионов приезжали на Собор, не пропускали. Потому что они возвращаются с перспективой, они идейные, они смотрят в будущее, они понимают, как созидать тело Христова. На завершившем Собор Богослужений начальствующий епископ Рос ХВЕ Сергей Риховский обратился к служителям с проповедью, где подвел итоги Собора и поделился своим напутствием на будущий год, когда весь христианский мир будет отмечать важную и знаковую дату – 500-летие реформации. Собор важный, собор знаковый, собор нужный. Я знаю по практике, по опыту, что материалами многих наших соборов часто пользуются представители других евангельских объединений. Не зря здесь прозвучало в одном из поздравлений одной баптистской церкви, что они рассматривают Рос ХВЕ как некий ледокол, который прокладывает во льдах путь, и потом уже все остальные по нему движутся. Я думаю, что это, наверное, очень дана высокая нам оценка, это где-то, наверное, авансом дана такая оценка. И нам ее придется проработать. Мы принимаем этот вызов и будем работать как ледокол в хорошем смысле слова. Информационное бюро «Спектр», Москва.